Азербайджан 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 правили этим регионам долгое время. Мардин попал под власть Османской империи в 1517 году. История показывает, что христианство в Месопотамии пришло с древних времен. Народы Месопотамии, армяне, парфяне, мары и другие исповедовали христианство. Дионис Александрийский писал, в течение своей жизни я видел церкви в Месопотамии. Он жил в Месопотамии в начале 4 века. Действительно, древние церкви в Мардине существовали задолго до нашествия рабов и ислама. Одна из них – церковь Святого Григория Просветителя, которая построена в конце 4 века. Армянская часть народа осталась верна духовенству своим церквям. Материал будет полностью доступен на нашем сайте. Сегодня день памяти Мгера Макарчана. Родился 4 июля 1930 года в Ленинакане, ныне Гюмри, в многодетной семье армянских беженцев из Западной Армении, которые спаслись от геноциды против армян. Родители работали на текстильном комбинате. Отец Мушек – табельщиком. Затем был осужден в защищении на 10 лет, а мать – санам посудомойкой в заводской столовой. С 1945 года работал помощником киномеханика в клубе текстильного комбината Ленинакана. В свободное время там же играл о самодельном драматическом кружке. В 1945 по 1946 годы учился в студии Ленинаканского театра имени Асканаза Муравяна, ныне Гюмрийский драмтеатр имени Вартана Аджимяна. С 1947 года актер этого театра. В 1951 по 1956 годы учился в Ереванском театрально-художественном институте «Курс Вагарчана». Параллельно с учебой начал сниматься в кино. С 1956 года актер армянского театра имени Сундукиана в Ереване. Выступал в качестве театрального режиссера, ставил спектакли в Армении и за рубежом. В последние годы жизни занимался созданием своего театра. Ныне Ереванский театр имени Магера Макарчана. Высокая специализация, умение придать роли национальный облик и черты, истинное ощущение экрана и многие другие особенности дали Макарчану возможности войти в число оригинальных имен кинематографа. Запомнятся зрители его роли Арсен, парни, узкоманды, Гаспар, треугольник, Ишхан, мы, наши горы, Айрик, отец, Амиро, Напэт, Григор, Ага, кусочек хлеба, Исы, Хатабала. Также в фильмах «Кавказская пленница», Айболит 66, Мимино, Али Бабай, 40 разбойников, Чеславия, в которых его роли были отмечены высокими госнаградами СССР. Скончался 29 декабря 1993 года в своей квартире в Ереване. На похороны пришли тысячи людей. Траурная колонна прошла по центральной улице города. Похоронен в пантеоне парка имени Комитаса. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Герард Иркетик Хумб. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!